Французская компания Терджис Амперсант Гиллард подписала контракт с украинским государственным предприятием Антонов о совместном производстве БПЛА Аракмали, Ла Трибуны. По словам президента компании Фанни, эта версия беспилотника должна взлететь уже в следующем году. Дроны Ла Трибуны уменьшенные и более дешевая версия беспилотника Аракмейл. Известно, что соглашение было подписано во время визитов Киевминистра обороны Франции Себастьяна Лекарню 28 сентября. Беспилотники Арак, которые станет выпускать Антонов, будут назначаться только для Вооруженных сил Украины. Теперь компания должна согласовать детали дальнейших действий на промышленном и эксплуатационном уровнях. Ожидается, что первый украинский аналог французского дрона изготовят уже в следующем году. В компании отметили, что именно украинская сторона избрала дизайн дрона. Далее следует выбрать площадку для сборки БПЛ и решить, какое французское и украинское оборудование необходимо для комплектования беспилотника. Фанни Тюржи, глава французской компании-производителя, отметила, что Арак, который будет выпускать Антонов, не будет экспортироваться. Он предназначен только для Вооруженных сил Украины. Этот французский дрон летает на средней высоте, однако имеет большую выносливость. Он может переносить различные датчики и вооружение в зависимости от миссии. Его презентовали в июне 2023 года. Прототип дрона оказался самым большим летательным аппаратом за всю историю дроностроительства в стране. БПЛ-АРАК может работать более 24 часов и переносить полторы тонны вооружения. Это прототип средневысотного дрона дальнего действия МАЛИ. Его длина 14 метров, размах крыла 22 метра, максимальная взлетная масса 5,5 тонн. Используется для непосредственной поддержки с воздуха, воздушных атак, координации ударов и разведки. Максимальная скорость дрона 463 километра в час. Производитель представляет свой беспилотник как решающий актив в боевых действиях будущего. Дрон способен выполнять разведывательные и наблюдательные задачи, используя высокоэффективные оптико-электронные и электромагнитные датчики, а также многорежимный радар. Как вариант такой БПЛ-А может быть оснащен станциями УСКМ, МХ-25 или Еврофлайер 610. Из основного вооружения для этого БПЛ-А ранее назывался некий высокоточный гибрид бомбы и ракеты, «Воздух-Земля», а СМ-Хаммер производства французской компании «Шафран», который может иметь боевую часть от 125 килограммов до тонны и дальность в 35 километров. Отдельным преимуществом своего беспилотника ARC французы называли довольно крепкие стойки шасси, благодаря которым этот дрон может взлетать, например, с неровных полей. То есть для его эксплуатации не требуется подготовленная инфраструктура. Дополнительные преимущества ARC представляют собой возможность управления с любой точки мира благодаря спутниковому каналу связи и быстрое развертывание с помощью тактического транспортного самолета. Компания-производитель этого гигантского дрона была основана в 2011 году для разработки «Герфауд» – системы, которая позволяет размещать высокоточные боеприпасы под крыльями транспортного самолета С-130 «Геркулес» для выполнения ударных задач без дополнительных модификаций конструкции. Всего за 12 лет группа стала стратегическим партнером Вооруженных сил Франции и ее союзников, а также крупнейших аэрокосмических компаний. В конце августа действующий на то время министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украина выйдет на массовое производство дронов. По его словам, сегодня в Украине допущены к эксплуатации около 30 экземпляров беспилотников от разных производителей.